Музыка Проходила известная мировая гонка Ле Туке по пляжу, абсолютно песчаная, с тысячей участников на старте И наш соотечественник Александр Иванютин там занял рекордное 14 место в классе мотоциклистов Шурик, расскажи, пожалуйста, как вообще тебя угораздило поучаствовать именно в этой гонке? Какой год ты в ней участвуешь? Ну, изначально, конечно, брат поехал, Серега мой брат, Сергей Иванютин, поехал с Кольком в Ле Туке И после того, как он приехал, он мне рассказал, мне стало интересно, заинтриговал меня, можно сказать И на следующий год вытащил меня Калек и предложил поехать, я согласился Я говорю, Калек, ну что если-то ехать на квадрике, следующий день мотик, давай тогда мотик свой возьмем Почему нет? Он говорит, давай, грузи, поехали Готов был не очень в то время, потому что зимой мало тренировок И почему-то у нас российские команды зимой не очень уделяют много времени спортсменам, только летом Но в первой поездке мотоциклах не удалось финишировать, из-за того, что техника была готова не так, как надо У меня проехали два с половиной часа, и у меня отрывало поршень Да, серьезно? Не повезло Следующий год такая же ситуация Калек говорит, поехали Я говорю, берем мотик Калек говорит, берем мотик Ну как обычно, все то же самое В первый день на квадрике, конечно же, мы показали с Калеком очень хороший результат 21 место, это, я думаю, можно считать рекордом И были довольны все в первый день Второй день я стал хорошим настроением Сейчас я всех порву Хорошо пробрался в городе И был у меня удачный старт, примерно где-то в пятнашке лучших гонщиков И опять же таки, я проехал полтора часа И у меня кончилось сцепление У меня кончилось сцепление в этот цикл То есть это, получается, уже твой третий тукет? Да, это мой третий выезд В тукет Тут уже брат мне предложил поехать вместе Семейно-то вставал Я подготовился хорошо физически И провел очень хорошие сборы на мотоцикле В том числе тренировался на песку Все-таки, да, готов Да, со своей командой, от хозяйства, в которой я сейчас нахожусь Конечно же, мы думали, что стартовая позиция у нас будет поближе Но так как оказалось, изменились правила И номера у нас были Номер старта был 253-й Мы стартовали с шестого ряда И, конечно же, когда перед тобой стартует И в этот раз была трасса гораздо-гораздо уже Я не знаю, почему сделали организаторы Может быть, из-за погоды Может быть, из-за того, что не такой отлив Ну, кстати, да, расскажи немного о погоде Потому что я слышала, что там какой-то ужас был Снег, все замерзшее Погода не радовала, на самом деле Единственное, в первый день с погодой было, на самом деле, все замечательно Чуть-чуть прохладнее, как бы, градусов Может быть, пять-четыре минуса Но снега не было И трасса была, на самом деле, тяжелее Мне так лично, для меня показалось, что, вот, когда зациклили Немного не очень хорошо работали амортизаторы Подвеска Для меня было тяжело Во всех узких местах, во всех подъемах Люди просто останавливались, были пробки И люди стояли Из-за этого много людей, лидеров, которые едут, может быть, примерно равно Они за это время смогли далеко, наверное, уехать У меня сразу же заклинили руки Мышцы, которые здесь вот находятся Знают всю эту проблему, да, мотоциклетную И я не мог вообще ничего сделать, в кругу три, наверное Я ехал просто непонятно, как робот У меня иногда даже газ не мог закрыть Начал ускоряться И все равно, как я хотел ехать Как, в принципе, надо было там ехать Как я видел, что нужно было ехать У меня так вообще абсолютно не получалось Скорее всего, может быть, из-за амортизации Потому что не получилось настроить Так, как было, вот, в прошлом году мы настраивали И были волны И я хотел на квадрике ехать, чтобы не провалиться волна по макушкам Ну, вроде бы, два раза три получалось по макушкам Потом проваливаться, как быстро слетят ноги Выдержался Да, да, криво боком И несколько раз, так, раз пять-шесть, так чуть не упал Потом думаешь, надо уже поспокоить Поспокоитесь, вроде бы, надо доехать И потеряли время, конечно, на замене колес В конце спустило и второе колесо Я решил потренироваться на следующий день В Донкерке думал, что трасса сейчас подобьется Народ едет, выпьет И на следующий день потренируемся Просыпаемся с утра, смотрим на градус Минус девять И после того, как пошли Постановленную трассу Ее выгладили, она стала абсолютно ровная И замерзшая Как бетон Штык-пинцевые гонки Да, реально такие шок-пинцевые гонки И я так понял, что смысла нету Только ломать квадриковый Идеть там, насиловать мотор на этой трассе И три раза по подостыке не получилось Так же, как и на мотике Я немножко готовил Готовил, потом думаю Сейчас в конце вот покатаюсь К скользкому привыкну Был такой ветер Нереально сильный ветер Пурга Ну, не пурга, а пыль Как пыльная буря Эта трасса Все замерзшие Я вышел на трассу, поехал туда на велике Посмотрел Ну, смысла вообще нет никого Так и на мотике тоже не потренировались Ну, расскажи подробнее Про именно свой мото-выезд Понятно, сквадриковый не вышел А ты на нем, собственно, не тренировался целый год А на мотике Нет, все равно неплохой результат Нет, ну, безусловно Все-таки, что-то, опыт на него не пропьешь Следующий год уже зато Старт должен быть гораздо ближе Я так думаю Если ничего опять не изменится Ну, то есть Там дают Вот место Как бы номер, да Вместо старта В зависимости от того Как ты приехал в предыдущем Кинишировал Да, да, да Понятно Ну, а все равно первыми Сейчас по новым правилам Первыми выстраивают те, кто по одному Ей, да Ну, а про мотоциклы Я, опять же, можно сказать Немножко пожадничал Не купил себе супер большой баг Я об этом очень пожалел Поднимая шторку Ну, не знаю, сколько Столько снега Как зимой Прямо как Как в Москве зима Класс Я так думаю Опа, прикольно Народ уже весь шуршит В парке половину палаток полетало Потому что был ветер какой-то ночью Видимо, пурга какая-то была Ну, мне вроде бы все устраивает Все нормально Привыкшие Ну, да Московские условия Мне жарче, да Еще Мне больше всего Не нравилось То, что Когда я прошел техосмотр Мотоциклов У меня был номер, во-первых Не очень стартовый 987-й Это Как бы Совсем далеко Почти в самом конце Да, участников скобка, кстати, было 1100 А, ну да В самом-в 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 Мотики выстраиваются с левого края И как бы таким длинным-длинным рядом стоят И я знаю, что мотик надо стоять не к забору А вот с самого-почти правого края Потому что здесь есть проход И ты можешь быстро пробежать И прокатить его как можно дальше пешком А у меня стоял слева И между рядов То есть его не выкатить в эту сторону никак Я уже, когда стоял перед забором Выстраивал план, как же мне мотоцикл прокатить Только в тот проход И он еще стоял не первый А прямо близко-близко еще с одним мотоциклом Ну, очень неудобная ситуация Ну, как обычно, мы развязали проволоку Рядом с мотоциклами своими заборами Нигде все заходят А просто прямо рядом с мотиком Смотрим, начинаем запускать Выдвигаем этот зеленый забор Заходим Я сразу задвигаю один мотоцикл Он начинает катать назад Пройбу кое-как у меня Ну, конечно, потерял много времени Получается его прокатить Между рядов Начинаю бежать с ним Даже не заводя Он весь в снегу Все в снегу Я с ней бегу Бодобода проскальзывает Ну, как можно быстрее надо выбраться вперед Чтобы на старте занять хорошее место Бежал, бежал, бежал Вроде бы, кажется Ну, думаю, ну, более-менее Где-то, наверное, 500 Примерно Ты же так сразу обогнал? Да, да, да Около Около 500 Смотрю, номера 500, 600 Тут где-то все рядом 400 есть Где-то в середине Потом все остановились Я тоже А, все остановились Прогревают мотоцикл Я займу мотоцикл Прогреваю И опять все поехали А я никак не могу найти нейтралку Почему-то он мне не ищется И я, чтобы не терять время Прижимаю сцепление Толкаю его На передачи А он очень плохо толкается Мне кажется, столько сил потратил в парке Я не знаю Больше, чем на гонке Скорее всего Я начинаю заводить мотоцикл Он просто не заводится Я уже все постараюсь Похоже, нейтралку завожу Завожу Он не заводится Но я смотрю Нет смысла толкать Потому что все едут Я завожу, завожу Он не заводится Подошли люди Спереди меня один человек взял И задерживается Я уже встал на подножку Завожу, завожу, завожу Завожу, не заводится Открываешь полный газ Ты двадцать раз нажимаешь На гестарте Прокачал Ну, сейчас должен заводить Десять раз Опять не заводится Думаю У меня уже мысли Неужели мне что-то сломалось Прямо здесь Я думаю, даже до старта не доехал Да, да, да Потом раз Ну, завелся Не стою Я такой довольный Все Единственное то, что Был большим плюсом для меня Когда почистили снег Дорогу С краю Возле бордюра Было много снега Где-то примерно 100 И там никто не ехал Они боялись Наверное, туда заезжать Но так как в России Я частенько выступал без шипов Да Ты ничего уже не боялся Я спокойно заехал туда И давай Упить, упить, упить И просто мимо Всех вот так вот Проезжал Потому что медленно ехали Проезжал вперед 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 Потом догнал уже Даже танка Заметил, он где-то был Как раз в середине И там Прямо заезжая на бордюр И он туда хотел Я прям Газую И он же испугал Он смотрит Я проехал Он тоже за мной Заехал на бордюр И мне даже показалось Я доехал по городу До этой прямой Может быть до 300 Там номеров Существенно Продвинулся Существенно продвинулся И когда всех выпустили На подъезд К стартовой машинке На этот песочный участок У меня еще очки Я одел, чтобы они не потели Вот так вот назад Потому что когда в городе Толкал И они были здесь одеты Дышишь И все запотело сразу Я ходил назад Там уже на песок вылетит Летит песок Грязь в глазах Кое-как видно Я лечу к этой машинке стартовой И думаю Куда же вставать Куда же вставать Куда же вставать И издалека смотрю Там человек стоит В редбулгском шлеме Ну такое Ну видно, что вроде бы Профи Да-да-да-да Я думаю точно Прям вот надо встать В это место Получилось у меня В принципе неплохо Второй ряд Можно сказать Нормально это И Был небольшой обломочек Когда человек Который передо мной стоял Ну профи Который показался рядом И еще один был Ну я не заводился мотоцикл Насколько мог Отодвинулся Перекатываю мотоцикл Уже все Сейчас думаю Через секунду Поет машинка Вроде успел Передвинуться И Как раз падает машинка Брасывает сцепление Вроде бы неплохо Объезжаю На самом деле Удивился У меня даже Очень хорошо поехал Мотоцикл И за первые метров Не знаю 50 Может быть 100 метров Я уже ехал Прямо наравне с лидерами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok